Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, делаем абсолютно честный обзор на мародера. Это главная награда идущего ивентного события, летняя история. Пускай он не стоит на 10 уровне, здесь стоит анимированный аватар, но все же мародер, я больше чем уверен, что для всех будет главной наградой в данном ивенте. И многие дойдут до мародера и, в принципе, скорее всего, дальше забросят данный ивент, но здесь уже решать каждому по-своему, чего брать, а чего не брать от этого ивентного события. Что касается мародера, первый плюс, который я ему могу поставить, это за его внешний вид. Это не перерисованная машина, как шип, как мэджа или тот же самый кошмар. Это уникальная тачка по своему внешнему виду, ни на кого не похожа и это его действительно первое основное достоинство. В стиле безумного Макса и на пустынных картах чувствуешь себя действительно, не знаю, как-то вот весело и приятно. Что касается его орудия, здесь их, ребят, два, а не одно, и это второй его плюс, потому что каждый сможет себе выбрать, на чем ему отыгрывать. На менее альфовом орудии, которое имеет альфу в 160 единиц, но пробитие в 110. Или вы будете играть на более альфовом орудии, которое выдает целых 250 единиц урона, но помните о том, что в таком случае у вас будет время перезарядки 10,5 секунд и на пятом уровне это очень, очень долгое время перезарядки и крайне дискомфортно отыгрывается. Плюс к тому, помните о том, что у вас падают и другие показатели. Ну а что касается одного из важных, то это угол склонения орудия вниз минус 6, и пускай машина подвижна и по барханам прыгает очень весело, но с углом склонения орудия минус 8 на базовом, оно действительно отыгрывается немножко поприятнее. Что касается по броне, то броня здесь присутствует, но не везде, и броня странноватая. Как вы видите, она вся оранжевая, но при этом всем в центре вот здесь вот, вот такой вот огромный круглый пятак, который серый практически для всех машин на вашем уровне, а уж тем более для шестерок. От башни довольно неплохо получаете рикошеты, если вдруг прилетает это все благодаря хорошей привиденке, но тоже далеко не ультимативно все. Короче говоря, играть так или иначе придется плюс-минус осторожно. Что касается сравнения с другими машинами, как видите, если вы будете играть на досылателе, то у вас будет один из лучших ДПМов на уровне, ну а если вы переключите себе на калиброванные снаряды, то у вас будет один из худших ДПМов на уровне и всего лишь 95 мм пробитием, что является вторым из худших показателей. Второй такой же показатель по пробитию у Гаргули и у всех остальных выше, но это, ребят, на топовом орудии. На базовом там изначально идет 110, что гораздо приятнее, но вот единственное, что альфа будет существенно меньше. По подвижности машина приятная, хорошо перекатывается по карте, можете доехать куда вам нужно, тогда когда надо. Что касается доходности, 122% это не фармер, но вы не будете находиться в минусе, это еще один плюс данной тачки, потому что она больше предусмотрена для фана, а не для того, чтобы на ней зарабатывать, держать средний урон или получать процент по победам. Кой у нее составляет 53,5%. Но это, ребят, благодаря тому, что здесь играло только 43 игрока, которые, наверное, очень сильно любят мародера или часто его катают. Ну а если этой машиной обзаведется большое количество игроков, то понятное дело, что процент по победам упадет. Ну просто потому, что на сегодняшний день она очень, очень тяжело играется в современных боях, благодаря тому, что она морально устарела, будем говорить откровенно. Ну что, попытаемся заехать на базовом орудии, и попытаемся его реализовать. Оно гораздо более скорострельное, чем топовое орудие. Давайте посчитаем. 7 секунд на базовом и 10,5 на топовом. Того получается целых 3,5 секунды к времени перезарядки, для того, чтобы, пускай существенно, но все же отчасти бестолково увеличить количество урона, наносимого за один выстрел на топовом орудии. Не сильно приятно отыгрывается, но к топовому орудию перейдем после этого боя. В этом бою заценим, как я уже сказал, базовое орудие, и многие игроки в свое время любили мародера именно на базовом орудии, а не на топовом, потому что на нем можно было чаще отстреливать, ну и, соответственно, лучше давать сдачи. Когда игроки видели, что мародер зашел на топовом орудии, а топовое орудие от базового, в первую очередь, отличали по, вот тому, я не знаю, как правильно называется, ребят, напишите в комментариях. Короче, на конце ствола воздухоотводы в разные стороны, наглушитель, короче говоря, похоже, вылетело из головы название данной вещи. Ну, короче говоря, внешне орудия отличались между собой, и вот когда игроки видели, что мародер зашел на топовом орудии, то они, в принципе, абсолютно спокойно шли на размен, получали тычку от мародера на 200 с копейками единиц, но дальше имели возможность практически 11 секунд делать с мародером все, что угодно. А вот когда видели, что зашли на базовом орудии, тогда пытались сторониться мародером, потому что не хотели от него получать через каждые 7 секунд по 160 единиц. Особенно если мародер загуслил, допустим, то это было еще более неприятно. Так, точность по орудию крайне, крайне хорошая, на базовом орудии попадаешь практически туда, куда целишься. Это действительно очень приятно. Ну и за 2 выстрела вы сносите 300 единиц ХП. Это, по-моему, очень приятно. Братка, вот ты сейчас зря откатывался назад. Я мог его добрать. Ну ладно. Так, значит так. В целом, ребят, настреливать на базовом орудии куда комфортнее, куда приятнее. И получается это гораздо быстрее, чем на топовом орудии. Угол склонения орудия вниз, как я говорил, минус 8. И отыгрывается эти минус 8 действительно крайне комфортно. Очень приятно играется. А вот когда угол склонения орудия спускается до минус 6 на топовом стволе, там становится неприятно отыгрывать. И особого удовольствия, играя на каких-то неровностях, ты не получаешь. Там действительно очень сложно выехать так, чтобы не подставиться и не отхватить. Ну и, соответственно, это уменьшает вашу живучесть в боях. Соответственно, как следствие, вы получаете гораздо меньше позитивных результатов от вашего пребывания в бою. Так, давайте попытаемся поразбирать. Жаль, не доберу. Ну ладно, будем с двумя фрагами. Не знаю, может сейчас успею найти того оставшегося бедолагу, который есть у соперников, и разобрать его. Хотя что-то мне подсказывает, что сейчас до него доберутся раньше, чем я туда доеду. Где он, интересно? По результатам у него есть один фраг, а это значит, что он не спит у себя на респе. Но, а куда он мог успеть убежать? Вот он, красавец. Привет, друг любезный. Можно было бы сейчас ускорить время перезарядки, но я хочу все-таки отыграть без дополнительных затрат, чтобы потом не сидеть с калькулятором в руках и не пытаться посчитать, сколько конкретно за этот бой мы заработали. Как вы видите, машина передвигается по карте очень-очень комфортно. Вы успеваете уехать, куда вам нужно. Вы успеваете спрятаться, поменять направление, объехать кого-либо. В этом отношении мародеру ставлю однозначную десяточку. Машина действительно в этом очень хорошо сбалансирована. 1530 единиц урона, два уничтоженных соперника. Что касается результативности нашей по фармам, то здесь с учетом наличия у меня прем-аккаунта 29 тысяч с копейками. Сейчас на секунду вернемся. Единственное, что хочу посмотреть на то, за что мы это получили. Кредиты и ничего более. Да, мы пополнили амуницию, но она несущественно зарешала. Короче говоря, грубо говоря, тридцатка с серебром. Как я говорил, это не фармер, но в минусе сидеть не будете. И что самое классное, что вы можете на нем очень просто получать знаки классности. Ну и, соответственно, допройти ивент, получая очки за получение знаков классности, которые необходимы для этого. Что касается нашей результативности по команде, то мы на первом месте в команде по урону, что мне лично очень приятно. И далось нам это, я бы сказал, абсолютно легко. Теперь давайте попробуем переставить наше орудие. Поставим себе топовую пушечку. Поэтому установим на нее парочку голдовых снарядов. Ну, просто чтобы не с голыми руками в бой зайти. Вдруг пригодится. Ну, как-нибудь вот так вот от балды. И давайте попробуем заехать на ней. Как видите, она более короткая. Она отличается внешне от базового орудия. И, соответственно, в бою вы сможете абсолютно спокойно отличать комплектацию мародера одну от другой. Ну и, соответственно, принимать для себя решение, что вам с этим мародером делать. Ехать, крутить его и разбирать в течение практически 11 секунд. Либо все-таки посторониться немножко и попытаться более технично его обыграть, зная о том, что у него перезарядка составляет 7 секунд, если он установил себе соответствующее оборудование и амуницию. Мне лично играть на топовом орудии меньше нравится. Мне больше нравится стрелять чаще, пускай даже меньше наносить урона, но все же как-то вот более весело что ли. А на базовом, в смысле, на топовом орудии немножечко похуже играется в отношении ощущения себя в бою. Ты делаешь выстрел, да, пускай ты наносишь какой-то там существенный для своего пятого уровня урон, но в то же время ты потом долгое время находишься на перезарядке. Это не очень приятно. Такое впечатление, что на этот период времени перезарядки ты как выпадаешь из боя. Это не очень хорошо. Хотелось бы в боях участвовать полноценно. Да что ж такое, блин? Два выстрела, ни одного попадания. Не очень хорошо. Ладно, будем размениваться. Но в целом это нам помогает сделать фраг. Ну, не нам, а команде помогает сделать фраг. И помощь в уничтожении это очень хорошо, потому что минусуя стволы, вы приближаете победу. Два удачных выстрела. Грубо говоря, полтысячи нанесенного урона на счету уже есть. Там где-то была вот она. Наша великолепная СУ-100У, на которую не хотелось бы нарываться. С уроном разовым, который она может делать. Точность по орудию, ребята, и по времени сведения здесь похуже будет, чем у базового орудия. Не рассчитывайте на то, что всегда ваши снаряды будут лететь точно в цель. В основном, ребята, они идут все-таки куда-то в сторону от центра вашего прицела. Ждем. Появится? Нет? Нет, не появится. Горгулия решил не рисковать. Соперник. Но в целом не сильно его это спасло. Да что ж такое-то? Не фарт постоянный. Ладно. Цепляем товарища. Попробуем фугасом. Блин, добрали. Ладно, что, спят, что ли? Прикольно. Ладно, я так понимаю, что здесь мы однозначно победили. Вот, наконец-то, СУ-100 типа проснулась немножко. Или это просто в автоприцел кто-то попал. Стоим, короче говоря, разбираем. Пытаемся накидывать урона. По максимуму сейчас набрать. Да и посмотрим, какие результаты это будет давать. Как видите, время перезарядки действительно очень долгое для своего пятого уровня. Все машины на уровне в большинстве своем перезаряжаются быстрее. И это существенно сужает ваши возможности в бою. Как показал первый бой, когда мы играли на базовом, ну, соответственно, там было все гораздо как-то динамичнее. И я бы сказал, что события развивались как-то более остро. А здесь же нужен какой-то более спокойный, наверное, подход для того, чтобы работать исключительно от альфы. Знак классности второй степени, 1385 нанесенного урона, но последние выстрелы были по спящим соперникам. При этом все, мы получаем с вами 31 тысячу серебром. Тот же самый фарм, я бы сказал, что и на базовом орудии. Ну, в принципе, оно и не должно-то отличаться, если урон плюс-минус одинаковый. Ну и первое место в команде по урону. Не знаю, как кому, мне все-таки базовое орудие нравится гораздо больше. Пишите в комментариях свое мнение по поводу орудий мародера, какое вам больше заходит, и обязательно пишите, оставите ли вы себе этого мародера, если откроете его в ивенте. Ну и вообще, собираетесь ли вы участвовать в данном ивенте и попытаетесь ли вы удачи забрать данного товарища к себе в коллекцию. Это было абсолютно честное мнение по поводу мародера. Это не имба, это не мастхев, но это довольно неплохая халява, которую вы можете забрать, абсолютно не вкидывая никаких денег в эту игру. А я думаю, что уже достойно внимания. Если вы за честность автора, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно жмите на колокольчик, только убедитесь, что у вас выбраны все, все уведомления с моего канала, для того, чтобы ничего не пропустить. Я побежал снимать для вас следующее видео. Вам огромное спасибо за просмотр. Мира вам, друзья мои. Побед в ивенте и обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok